В прошлом году он был на чемпионате Европы в Будапеште, но вряд ли он запомнился любителям фигурного катания, потому что в короткой программе был только 33-м и в произвольно не попал. Кстати, этот парень где-то 7 лет назад выступил. Он выступал на чемпионате Европы, чемпионате мира. Потом был такой у него провал. То есть не попадал он просто на европейские мировые чемпионаты. И вот в прошлом году на чемпионат Европы он вернулся. Мы посмотрим, как в этом году будет стать у него личный результат в короткой программе. Лишний рекорд 51,12 балла держится после того самого чемпионата Европы 2008 года. С каскадом в начале программы тройной рост. Тройной тулу, по-моему, получился второй прыжок только двойной. Ну и тройной сальхов мы видели тоже с серьезной ошибкой был исполнен. КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Мы видели, что пытался он создать некий образ на льду, но явно ему не хватает в первую очередь качества технического мастерства. АПЛОДИСМЕНТЫ Мало что у него получилось. Двойной аксель он исполнял, и тот сорвал. В итоге ему даже двойной этот аксель посчитали недокрученным, и серьезной ошибкой он был исполнен. За него он практически получил где-то в районе одного балла. Да, я смотрю, что оценка, которую получил наш первый участник Ларри Лоуполовер, вовсе не такая уж и низкая. 51 балл. Пока, во всяком случае, фигуристы, которые выступают вслед за самым юным участником, значительно уступают ему в техническом плане. Вот так он просто воткнулся в лед на выезде. Ну и падение на двойном акселе. Да, все элементы, все семь элементов с минусом. Где-то небольшой минус, где-то приличный минус, вот как на этом самом тройном салькове. Это минус, больше, чем минус 2. 2,1. Разочарован сам фигурист, и, естественно, тренеры тоже не в восторге, прямо скажем. Оценки за компоненты где-то в районе 4,6 балла. Ну и скромная рейсмассумма 43,56 балла. Какой строгий взгляд матери. Именно она тренирует этого фигуриста. Спасибо. Спасибо.